Всем привет, и мы продолжаем проходить в Вулкин Дэд. Думаю, это будет заключительная серия, там вон зомбак внизу. О, а вот и вторая половина. Блин, что здесь произошло? Щель. Здесь нам ни за что не перепрыгнуть. Ты хочешь ротить лопасть? И по ней перебраться? Ты же не думаешь, или это, или идем назад. Сначала ездят самые легкие и так далее. Все меньше шансов, что сломается. Клим, я иду первым. Разбегись как следует, но не переборщи. Если делаешь много минут шажков, то искренне пойдет вверх, а не вперед. Я прыжок, просто... Продолжаешь бежать, но не подскакивай, Дэвид. Он все понял. Да, вполне. Блин, я думал, они переходить будут. Давай, Клим. Если у кого-то не получится, он повиснет там. Прошу учесть, я в этой штуке. Я в этой штуке не доверяю. Здесь оставаться нельзя. Я думал, ты хотел что-то исправить. Да, да, ты прав. Она же не упадет. Ладно. Так, не выходит. Ладно, Дэвид, теперь ты. Ты и младший брат, иди первым. Ты явно легче, чем я. После тебя. Давай я тебе покажу, как это делать. Ладно, смотри внимательно. Хави, 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 держись. О, да. Давай же. Ты в порядке? Прикольно было. Это было довольно-таки немного, но это определенно нельзя. Я рад, что у тебя все получилось. Хватит, пошли. Мы почти на месте. Скучаю по тем временам, когда нам надо было... Боже! С безопасной дистанцией. Нам надо спуститься. Без одной из этих машин нам никуда не выбраться. Вряд ли можно просто попросить ходить и хрязать из дороги. Давайте пошумим и отвлечем их. Можем использовать тот генератор. Отличная идея, Гейб. Когда ты успел стать таким умным, Гейб? Ты явно уже не тот мальчонок, каким я тебя помню. Я впрессил. Реально. Не тешь его самолюбия, надо было обратить внимание, я хорошо его учил. О, господи, Хави, правда? Все нормально, папа, он прав. Нам еще надо как-то добраться до генератора. Спороть ходячим брюхо и обмазаться своему внутренностям, тогда можно прослезнуть через толпу. Что? Вот это мерзость. Идея жуткая, но классная. Грейб. Я мог бы бы сохранить бутылку. Ну и кто это сделает? Можно я, Хави, ты ради меня делал всякие дикие вещи. Я знаю, что застрелить Конрада было нелегко. Но ты показал мне, что на тебя всегда может положиться. Конечно, Клэм. Конечно, Клэм. Запах, конечно, жуткий и намного хуже, чем ты думаешь. Почему она меня попросила? Супер. Ну? Ну, они хоть наблюдают? Или сворят непонятно куда? Ладно, Хавиер, ты на это способен. Ты что, реально целыми днями жрёшь говно, поэтому так пахнешь? Ладно, надеюсь, этого хватит. Я не могу. Он мог надеть бы какую-нибудь халат и обмазать его, но ведь свою одежду засрал. Добраться до генератора, не потревожив Муэртос. Тихо. Этого трогать нельзя. В сторону. Идём пока за этим. А почему бы всем не обмазаться и не походить тут? Сейчас кто-нибудь нападёт, по-любому, какая-нибудь крыса. Дайте, я уже подойду. Спасибо. Если kurz не надеюсь. Почти не надеюсь. ты сделал это хави с трудом пошел бы сам ну вот мы на месте теперь надо найти чем заделать пробой нужна всего лишь подходящая нужна всего лишь подходящая машина ведь чувак так не выйдет нет выйдет что ты делаешь то что нужно я ухожу мы все уходим что и куда это ты же сам видел мою окруженную стаду я заберу свою семью отсюда клим ты могла выжить ты тоже идешь с нами пошли все это чушь собачий дэвид план был другой плевать на хави ты что не понимаешь все началось тот день когда мы постучали ворота ричмонда беду на этих людей навлекли мы все мы не можем их бросить только не после того что мы сделали возвращаемся домой кейб туда где мы были семьей мы начинаем все сначала мы снова все вместе на конец пора мы все может быть здесь сделаем ричмонд своем новом дом причем да больше нет хави я не позволю тем кто мне дорог погибать спасая мертвую мечту я с тобой папа гейб это мой отец клим прости но тебя не понять я думаю хорошо приятель ты правда хочешь этого гейб я знаю что там страшно я должен позволь чтобы с тобой случилось то что с марианной обещаю так мы растили ее козел гейб по крайней мере мы были рядом и растили ее просто перестань до чего я хочу я понимаю гейб все равно я возвращаюсь и не смогу спокойно жить если пытаюсь спасти людей в ричмонде не попытаюсь а если пытаешься вообще никак жить не будешь ричмонд обречен не важно сколько нас пытаются его спасти пятеро или пять сотен мы все погибли я знаю какая битва проиграна мы уезжаем все машину это приказ ты охренел что еще нужен дэвид что нужно чтобы ты понял что не можешь так поступать мы не твои солдаты беги домой стань дезертируем я с тобой покончила идем хави какого хрен ты считаешь что он пойдет с тобой скажи ему мы любим друг друга мы стали защищать свои отношения у нас любовь я должен был догадаться я должен был догадаться в ту ночь когда умер папа когда тебя не было родная кровь для тебя ничего не значит как и он ничего не значил как ничего не значу я ну что же пора тебе наконец узнать что такое кровь дэвид папа что можешь сказать свое оправдание брат убить его или я люблю тебя я люблю тебя нет нет это ты не вправе говорить господи кончай охренел дэвид остановись нет перестань говорить это папа нет ей по господи ты не отьмишь и мне мою семью я выполнил обещание донацию ты мать хайвер но не уезжает дэвид такого черта он делает забрал вы ждать нельзя нам нужно спасить спасать ричмонд и едно бульдозер ноги и сам хотел идти с ним это правда мы все слышали да это так я еду спасать ричмонд кто-то же должен разделимся если ты не поешь загибом тогда пойду я возьму мотоцикл иначе отправлюсь кейт на бульдозере точно обойдешься без меня я могу себе позаботиться время вышло хай просто прости со мной такое уже было и не один раз для кого-то это плохо кончится должен решить да ну боже если я поеду туда да я не знаю это будет влиять на концовку или нет она здесь может быть плохая или хорошая я могу или помочь кейт или поехать за гейбом в любом случае клементина же должна остаться и помочь кейт или сама должна поехать езжай сама не успокойся обо мне хай мне все будет хорошо время уходит хави давай слушай свое сердце хави должен выбрать кто для тебя дороже всего да ну боже я не знаю пусть кейт будет да могут простить какие-то дают слишком опасно я боюсь кейт спасать город вар тогда и закидан разумная мысль флаг пусть там осторожен клемм и вы оба если мы хотим прорваться сквозь сталь надвись это понадобится у нас тут положено из речи можете помочь нам иисус до тебя не узнать я принял обратно как только связал с своими людьми решил убедиться у вас все в порядке и так что я уже начинаю понимать надо не подпускать мир только подними меня к воротам а я их открою да иисус как ты иначе выглядит как самурай какой-то мы почти там как залезаем в отвал я подниму тебе вверху ворот эту хреную у нас спереди в кожу блин не знаю как это называется залезай туда я черт хаю в отвал точно ага в отвал славно чтобы заглянули почему вот нельзя сыграть так а потом переиграть сейчас открою секунду потому что если переигрывать то придется наверно весь эпизод заново переигрывать нельзя было просто сделать кнопку открыть ворота ладно как вы же это рычаг нести не хавьер может быть вот это нет может быть красная кнопка открывает там что хочет привлечь побольше ходячих нет зеленая змеется ты сделал хави готова все внутрь вместе будем бить ходячих если суме согнать их вместе сможем вести отсюда не могли бы просто всех перемочить мне просто запечатать этот город полный вперед блин где кнопка хави держись нет хави нет нет боже черт shift вот такого точно раньше они лезут на эту хреновую на отвал которые закончились это было быть экономнее вот давай так может и мост ствол дашь я могу повернуть нет я уйду ничосе как ты поднял читер а как а это как а что это вот а и и и и и и хватит до выбираться несусь сюда гречи для выживших отсюда выживших направляя их воротам рад тебя снова видеть я думал что вернувшись мы увидим в общем не это несколько неожиданно как я рад что ты вернулся очень хорошо я ждал тебе слова каё глядя это клем гейб ну что нет нет он порядке просто ударился что произошло крем машин попал в аварию и на них нахнул нахлынули ходячий я еле смогла спасти гейб а что с дэвидом дэвид мертв хорошо что ты вовремя шла гейба спасибо что спасла гейб не знаю чтоб я делал если его потеряли конечно когда я это не добралась дэвид кажется превратился и гейб пришлось остановить его боже гейб это ужасно зачем он так гнал хави мой папа он я знаю дружок его больше нет 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 он хотел чтобы я передал тебе заботьтесь друг о друге где ты их нашла за городом не очень далеко ты можешь отвезти гейба куда-нибудь да конечно пошли хави куда мы идем на похороны на место аварии или что никакие похороны все таки свой сюда не так уж далеко не проехали да господи бедный дэвид хорды гейб и другие это не должно было слышать гейб каждый день об этом говорил вот что делать к и он умрет он не уверен что погибнет на поле боя каждый день он получил что хотели ты даже не знаешь насколько он обсуждал свои военные похороны так как другие люди обсуждают планы на пенсию соглашался сменить тему только если обещал похоронить насчет похорон тела не было плевать он считал что он сам это они помоги копать глубоко не надо наверное сказать что нибудь ты у нас это делаешь я люблю тебя брат ты увидишь папа передавать мне прием скажешь я извиняю что не вернул ему те 10 баксов ты это хочешь сказать что не вот как пошли кольцо свой путь спустя три дня мы тоже фотку приклеим там этот конрад вроде висит вон внизу он сам был виноват если ты жалеешь о том что помог мне если ты ощущаешь чувство вины забудь я серьезно нам надо жить дальше жить дальше сейчас и всегда очень тишина меня пугает а сейчас что у нас много работы стадо может вернуться и так далее и так далее все-таки мне здесь спокойнее чем чем был в старом фургоне на улицах с покажем и фонарями мы заслужили хави мы заслужили не бояться тишины давай зайдем семью мы с тобой начай все сначала что скажешь слишком рано я не хочу детей да и так и сделаем давай так и сделаем и разведем семью китет запомнит ты не думаешь что это эгоизм за ограде ричмонда не то чтобы безопасно да и в нем самом по правде говоря салон из агатия мне ведь будешь ты а все остальное мне не волнует мои глаза маркнуть не успею этим временем лучше заняться чем-то полезным уходишь да и пришли чтобы положить конец набегом походи уже это сделано хорошо что мы все уладили на двигаться дальше ты мне нравишься очень мило давай останься хватит ох да конечно но так уж она сложилась я редко встречаю лидирует тебя к настоящему хороших было очень приятно второй шанс наши дни давай редкий это место может стать тем если ты ему позволишь поверь мне жизнь с городскими стенами совсем не та что на дороге не пытайся идти коротким путем как джоан поступай правильно всегда хорошие времена и особенно в плохие буду правильно в любых обстоятельствах рад это слышать я хорошо понимаю людей если у меня есть у меня такой маленький талант и способный парень ведь воздухе летают перемены ты можешь возглавить их и думаю должен это сделать я возьмусь за это поведу город и нужном направлении иисус восхищается вашей преданности тогда нас насколько я могу судить ричмен будет гораздо лучших руках чем был иисус и гейб спасибо ну за это что не дал мне погибнуть и за то что ты вернулся и спас нас а спасибо за это чего сделай кому-нибудь то же самое что будь бдителем вот всегда беда всегда ходит рядом ты жив не напоминай мне скажу тебе спасибо за то что помог мне остаться в живых я постараюсь найти что-нибудь что затоит меня отблагодарить тебе за это когда-нибудь итак где и джей скажи мне это твой шанс скажи нам где и джей мы знаем но для осталось от моей души пожалуйста какого черта он на раньше это недалеко там по крайней мере мы его оставили спасибо удачи доктор ты тоже отсюда уходишь так ведь да пора ну ты можешь вернуться подожди на сей же яхаю я слишком долго ждала но можешь сделать мне одно последнее одолжение прежде чем я уйду опять эта музыка то чему обучил юристом это к пельмень тебе жил очень мил с той страны она считала что я просто ужасен это был так не твое дело не будет очень хватать гейба то есть он иногда может жутко достать но я привыкл что он рядом а сам тебя втюрился нифига бошки да ты же у него тоже втюрилась да нифига я благословляю дети мне я тебе сейчас ножницы не ткнул мне надо уйти джейха видеться что с ним все в порядке как думаешь он меня помнит тебя не забудешь человек тебя не забыл награды все нам говорили что ему так будет лучше после всего произошедшего начинают думать что они правы не знаю хорошей ли мама ею было не могу перестать думать об этом уже благодаря тебе делаю свою работу пришлось сделать кому-то еще не говорю что ты играл в бейсбол играл и любил его он говорил еще он говорил что ты все там продолбал нога еще горели но ты ведь пережил это пришлось но ведь ты его любил как такое как утраты делают нас сильнее если клиентин это запомнить ну как смотрится ну не знаю до этого было лучше не знаешь что я лучше там тебе кефку помню эту команду тебе отец рассказывал что-нибудь про бейсбол да не не особо она возвращайся тебе все расскажу договорились если я приведу с собой и джей ты ему тоже расскажешь ты ставь его в покое верни его себе верни его себе его место рядом с тобой клиентин верни его себе в предыдущих вот двух частях был сложный выбор но в первой не было сложного выбора выбора там просто можно было заплакать над концовкой когда ли умирал а второй пришлось убирать кому жить все закончился на этом пятый эпизод с виселицей так вы и дэвид ваше отношение можно назвать неблагополучным после того как в ночь смерти вашего отца дэвид ударил вас вы согласились пожать ему руку так стоп вы пытались покинуть ричмонд без дэвида к дэвиду нужна была ваша поддержка вы отвернулись от него я ведь превратился и гиба пришлось прострелить отцу голову то есть там могло быть все иначе а может если бы мы поехали он был бы жив и тогда может кей бы умерла но я же этого не хочу да может быть она бы умерла но зачем нет надо вы и кейт ваше отношение можно назвать смешанным на свалке вы были рады увидеть что кейт жива вы поддержали план кейт сбежать из ричмонда вы сказали кейт что хотите строить с ней свое будущее вы сказали кейт что хотите создать с ней семью почему тогда смешанные вы и гейб ваше отношение можно назвать холодным вы огорчили гейба отказавшись провести ночь в трейлере вы скрыли от гейба правду о его друге соседи прежде чем отправляться за гейбом вы помогли кейт спасти ричмонда ваша история трип мертв или она жива могло быть наоборот вы зарешили заверили трипа что не станете устраивать неприятности в прескоте тогда вы сбежали от трипа чтобы побыстрее попасть на свалку в конце концов решили что в живых должен остаться трип но джан застрелил его чтобы вас проучить мы приняли предложение леонор тайком уехать на свалку на лошадях леонор предупредил джан о том что вы задумали спасти дэвида но вы простили леонор за то что она выдала вас джоан а вы мертва клементина отказалась от предложенной авой встречи с новым рубежом хотя мама застал вас гейбом за крашу оружия но убедили ее помочь вам в итоге его погибла спасая вас на эстакаде несмотря на то что вы выбрали не ее клементина проигнорировал медицинские рекомендации ленгарда касательно и джея тогда вы отказались делать ленгарду смертельный укол после всего хаос ленгард сказал вам где находится и джей отыгрыв покер с конрадом вы воздержались тогда вы убедили племенника опустить оружие которым гейб угрожал конраду позднее вы застрелили конрада когда в тоннеле он угрожал гейбу иисус встретившийся иисусом вы поверили ему и не стали связывать ему руки тогда вы пообещали иисусу всегда поступать правильно заботиться о выживании ричмонда в конце вы пообещали иисусу что можете поможете руководить ричмондом джоан к джан стала изводить вас словами о смерти мариана вы помалкивали тогда вы привели с собой макса чтобы перед гражданами вывести джоан на чистую воду где сейчас находится джоан неизвестно клиент выгнал вас из ричмонда за кражу бензина тогда вы согласились с предложением клинта и пощадили джоан наконец вы согласились предложением клинта на дает застрелил его то есть можно было застрелить джоан тогда он был бы жив так вы и 92 процентов игроков стали рядом с дэвидом так вы еще 53 процента осознались с любви кейт 28 процентов игроков сделал вид что никак не любили кейт 16 процентов игроков отрицали свои отношения с кейт но дэвид в это не поверил 2 процента игроков ничего не сказали вы 63 с половиной процента игроков настали драцкая дэвид выместил на вас свою злость вы еще 64 процента игроков остались кейт так трудный момент рядом с вами еще пятидесяти тремя процентами игроков не было клементина в какой трудный момент так ваша клементина стала вольной душой счастливые дни клементины с кенни и и джием были недолгими их жизнь перевернул несчастный случай со слезами в прощавшись со своим верным защитником клементина и джи остались одни когда обстоятельства принудили ее присоединиться к новому рубежу клемм спокойно использовала ресурсы этой группы своих собственных целях что и привело ее к изгнанию и полному слез расставанию с самым дорогим когда хави с дэвидом дрались на водонапорной башни клемм вспомнил такую и шедраку случившуюся давным-давно она взяла ситуацию под контроль приставив пистолет голове дэвида и подавив насилие в зародыше когда дэвид увез гейба на грузовике клементина решила что лучше всего будет действовать одной покинуть хави и помочь тому кому он помогать не стал буду ждать продолжение я найду тебя и джей история клементины продолжится еще бы это было круто ладно это был последний эпизод больше эпизодов нету я буду с нетерпением ждать продолжения всем спасибо за просмотр и всем пока